Здравствуйте, друзья! Мы с вами снова в Лос-Алтес, одном из самых дорогих городов Соединенных Штатов. Видим дом, дом новый, 4 с лишним миллиона. Пойдем сейчас посмотрим, что внутри, что предлагают в таких дорогих домах, в таком дорогом месте. Ну что, вот дом, вот бэк-ярд. Лот, участок этого дома, 8 соток. Не безумно много. Посмотрите, какой потрясающий Редвуд стоит. Это секвойя. Здесь много секвой. Это побережье, это родина секвойя, такая естественная среда обитания. Секвойя, ну соседи близко, понятно. Вот дом. Так, тут стейджинг, красота всякая. Потолки высокие. Подсветка. Ну что же, хорошо. Вот, говорит, можно сюда денежку положить, а можно вазочку, а можно кружку с пивом. Так, кухня. Сам дом площадью 250 квадратных метров. Да, мне показала, агентка показала так называемый virtual tour. Такой софтвор специальный для того, чтобы показывать дома. Так, это что ж такое тут? Ага, тоже стиральная, сушильная машина там сзади должны были бы быть. Вот, а здесь так, хозяйственное такое помещение к ним. Что у нас тут? Ну, не поймешь чего. Пока что там картинки просто стоят. Тут что? Тут у нас гараж. Гараж на две машины. Симпатичные так тут. Темно, правда. Хлам какой-то стоит. Домик совершенно новый, видите, тут, может, еще не все даже установлено, что должно было бы быть. И вот, пожалуйста, спаленка. Давайте я в другой угол зайду. Тут шкаф. Вот он. Сейчас я зайду вот с этой стороны. Забьюсь в угол. Друзья, для вас. Вот вы видите такую перспективу. Пойду на ту сторону. И забьюсь в другой угол. Вот так. Так. Хорошо. И тут у нас что? Тут у нас санузел такой. Забавный. Давайте посмотрим, как тут водичка течет. Нет, не течет. А, еще отключено. Еще отключено. Не запустили. Вон, skylight, видите, туда идет, чтобы свет оттуда шел. Ну, мне этот дом нравится намного больше, чем предыдущий. Так, почему? Понимаешь, как? Он построен для людей. Он намного дешевле. Он 4,3, 100, а тот 7 с чем-то, да? Он намного дешевле. Он компактный. Он и меньше, вдвое меньше. Он вдвое меньше. Но, с другой стороны, кому нужно вот 7 спален, это какое количество детей, бабушек, дедушек, сколько должно быть выливать, чтобы жить в этом доме. То есть, получается так, что там будет жить лыган, няня, там половина дома будет пустая. Но ты уже платишь 70 тысяч за тот дом property tax. Налог на собственность, да? Да, да. И этот дом построен добротно, но он не очень такой овербилд. Да. С одной стороны... Без перебора. Очень открытый флорплен, огромный skylight, много света и в то же время шкафчики и зайки. Все шкафчики, вот эти, зайки. То есть, оно простенькое. Понимаешь, там custom materials, а нету сынка на Айленде. А здесь есть. Раковины. Да, а здесь есть. Пойдем сейчас посмотрим. Понимаешь, то есть, вот такие вот мелочи. Не надо что-то такое вот делать, такое фантастическое, очень дорогое. Ты делай так, чтобы людям было удобно. И на среднем... Ну, здесь и земли почти вдвое меньше. Здесь участок 8 соток, а там 14 соток. Да, конечно. Кусок земли, конечно, стоит денег. Но там они постарались вытащить все из этого, куда земли. И бейсмент построить, и это построить, и это. В результате получилось очень дорого. Ну, света, а кому-то в самый раз. Кому-то в самый раз чужие. Этот дом, при всей его, так сказать, более скромной цене, тоже 40 тысяч год надо заплатить налог на собственность. Понимаешь, вот он в этом доме, можно себя представить, как ты будешь в нем жить. То есть, есть здесь функциональные все вещи. А в том доме есть очень много лишнего, куда ты будешь заходить раз в год, или раз в полгода, или раз в два года. Понимаешь? Уже сегодня хватит за это. Вот мы на кухне. Это айленд. Вы видите, здесь тоже стоят стульчики, чтобы можно было сидеть за этим айлендом. Здесь есть раковина небольшая. Это очень удобно. Очень удобно. Так, там у нас, что у нас там, ну, довольно много простора, простора, очень много простора. И плита хорошая, и проход широкий между айлендом и всем остальным. И так все это здорово открывается, такое широкое, широкое такое окно, которое, оно же дверь. Сейчас пойдем посмотрим. Вот оно, это окно, оно же дверь. Вот так его раз, и сюда. Так. Ну что, смотрим. Красиво. А на потолке, как, смотрите, как интересно. Там несколько слоев, как бы, уровней, подсветка. Так. Идем дальше. Санузел, раковина, туалетик. Здесь четыре спальни и три с половиной туалета. Четыре спальни и три с половиной туалета. Вот окно какое интересное. Ну что, вот тут какое-то пространство. Как бы, как коридор какой-то, несколько дверей я прохожу. Так. Ну что, тут достойно. Достойно. Ванная. Смотри, какой интересный туалет. Тут вот, сейчас мы дверь закроем. Тут просто ничего нет. Вот, тут ничего нет. Вот. А здесь стекло. А за этим стеклом уже все остальное. И ваш блогер в цветах. Ну вот, казалось бы, мы сравниваем тот дом и этот дом. Очень интересно, да? Что мне здесь нравится, здесь человек строил с очень таким большим вниманием ко всяким деталькам, да? С одной стороны, смотрите, двери здесь и двери там. Новый дом. Всюду двери высокие. Там и там. И там двери были тонкие из настоящего дерева. И у них посредине была фанера. Эти двери, они шум пропускают и все. Вот это двери вот такие солидные, с наполнителем. Еще хочу одну вещь показать. Даже вот это мелочи все-таки, но это очень важно. Вот это шкафчик в коридоре для всяких вот мест. Шкафчик из Айкеи, ничего такого особенного. Но они предусмотрели для метелочки место, чтобы метелочка где-то не стояла на виду, да? Да. Специально сделали место, чтобы стояла метелочка. То есть, когда они делали дизайн этого шкафчика, они предусмотрели здесь вот такую вот полочку, чтобы туда что-то поставить высокое. И вот эти мелочи, да? Там просто красиво, дорогая отделка такая, все. А вот этих мелочей нет. Там тоже есть свои мелочи, безусловно. Вот, там есть дело анбер, там все это. Ну, мне это дом очень нравится. Продолжаем движение. Что у нас тут? У нас тут спаленка. Так, мило. Пойдем в угол. Посмотрим, что у нас отсюда видно. И вот пойдем еще в другой угол. Дом в одном уровне. То есть, здесь нету бейсмента внизу, здесь нет второго этажа вверху, поэтому у него площадь вот втрое меньше, чем у дома, который мы только что видели. Там было в трех уровнях. Тут вот какая-то комнатка с таким шерстистым ковром на полу. Так, ну, хорошо. И там за спиной туалет. Еще один. Тут четыре с половиной туалета, да? Нет, три с половиной. Это туалетик общий со спальникой. Вот они у нас общие. От входа с коридором. Окей, туалет. Туалетик. Так. Ну, все очень мило, очень мило. Очень мило, пахнет свечками, хорошо. Так, а это еще одна комната. Это спаленка. А, это спаленка. Но тут как-то они ее не обставили как спаленку. Ну, это небольшая, хорошая комната для хорошей спаленки. Знаешь, Свет, что мне очень нравится? Вот за спиной у меня подоконник, посмотрите. Да. И вот он сделан деревом. Да. И дерево это практически такое же, как на полу. Да. Вот одно, одно. Это то же самое дерево. Очень классно. Угу. Очень красиво. Ну, что, друзья, посмотрели на красоту и пойдем. Ну, я хочу сказать, что вот мы думали, что сейчас уже ситуация такая, что рынок вот-вот-вот переломится, что очень много домов на продаже. Очевидно, эта ситуация не относится к Лос-Алто. С Лос-Алто всего 30 тысяч домов. Это очень маленький городишко такой. И на рынке сегодня всего 15 домов. Это очень мало даже для такого маленького города. Мой опыт показывает, что когда даже на рынке 30-35 домов, то цены, в общем-то, стабильно стоят. А 15 – это явно мало очень. А вот на нашей памяти здесь был период, когда было 95 домов на те же 30 тысяч. Ну, это в рецессию. В рецессию. И тогда цены очень сильно пошли вниз. Все эти дорогие дома, они, конечно, посыпались в первую очередь. Вот. Но вот сейчас 15 всего домов. Это говорит о том, что рынок хороший. Да. То есть где хороший, а где вот наоборот все высыпает и продается. Вот непонятно, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова